Ну, давайте тогда, прежде чем мы начнем, я буквально пять минут расскажу о себе. Поставьте, пожалуйста, давайте так, поставьте, пожалуйста, ноль тех, кто меня не знает. Я пойму, насколько мне долго придется про себя рассказывать, или я совсем чуть-чуть представлюсь. Поставьте, пожалуйста, цифру ноль тех, кто меня не знает. Привет. Еще, знаете, пока мы тут с вами начинаем, будет круто, если вы будете стримить в Инстаграме, показывать своим партнерам и, может, потенциальным партнерам какие-то маленькие секретики. Вы же знаете, что все люди, к кому вы провели встречу, они за вами наблюдают. Так что нужно использовать Инстаграм, это наш инструмент с вами, рекрутинговый инструмент. Да, я вижу, что не так много людей, но, тем не менее, я представлюсь. Меня зовут Катерина Шорохова, значит, мне 39 лет, я прописана в Тюмени, работаю по всему миру в компании, я партнер с 2015 года, чуть больше 6 лет, как я заключила контракт с Global Intellect Service. Чуть-чуть о себе расскажу. Я до того, как стать партнером компании, работала в рекламном агентстве, была консультантом по рекламе, продавала рекламу на телевидении города Тюмени. И фактически вся моя трудовая деятельность, она сопряжена с бесконечным общением в предпринимательской среде. То есть я работала 12 лет, искала предпринимателей, чтобы разместить их рекламу на телевидении. Сейчас я здесь продвигаю ДС, но дети у меня совершенно другие, уже другой фокус. Сегодня тоже я об этом буду говорить. Честно говоря, за 12 лет я вот так вот напродавалась, знаете, ТВ, поэтому здесь у меня уже совершенно другие амбиции, планы. Здесь мне гораздо интереснее масштабироваться, потому что я от своих усилий зарабатывать деньги устала. Я хочу преумножить свое время и, как, наверное, каждый из вас, клонировать себя и жить на пассивный доход. Я думаю, что все, кто здесь, наверняка, имеют те же самые цели, либо похожие цели. Но точно я знаю, что каждый из вас желает частично, возможно, жить на пассивный доход. Вот, это так немного о себе. Сегодня у меня такая тема, знаете, я вообще любитель какие-то давать темы такие мотивационные, такие вдохновляющие, но сегодня мне предстала такая большая честь дать тему для вас, которая действительно может каждому из нас, каждому из нас как партнеру, в разы приумножить свой чек, заработать хорошие деньги. И сегодняшняя тема моя звучит как оптовые пакеты. Давайте, знаете как, я тоже проведу сейчас небольшой опрос, хочу понимать. Скажите, пожалуйста, поставьте, давайте так, поставьте, пожалуйста, нет, напишите слово «да», если вы знаете, разбираетесь в оптовых пакетах, которые вот буквально недавно появились, значит, как возможность нам реализовывать продукт. Вот поставьте, напишите слово «да», кто знает, кто разбирался и кто, возможно, уже даже проводил переговоры по оптовым пакетам. Поставьте, напишите, пожалуйста, «да». Так, а я буду считать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь минуток, смотрю нормально. Ну, знаете, из 153-х, десять человек, это нищетово, да. Поэтому, давайте мы сегодня будем в этом разбираться, поэтому я прошу вас сейчас взять ручки и листочки. Безусловно, будет в записи само доброе утро. Кому будет необходимо, я могу, напишите мне в Инстаграме, вы видели мой Инстаграм. В Директ напишите мне, я вам отправлю презентацию, ну, это вообще не вопрос. Но когда вы, знаете как, когда вы начинаете это делать вот своей рукой и ручкой, это работает совершенно по-другому. Поэтому достаем свои красивые ручки, берем листочки формата А4 и записываем. Потому что это все работает вот так. Как-то так работает наш мозг, что когда мы начинаем это писать, а не просто смотреть, о, какие красивые слайды, да, и сейчас я это запомню, так не работает. Вот нужно это все прожить на своем опыте, начиная просто минимально с того, что вы начинаете рукой своей прописывать оптовые пакеты. Это как маркетинг-план, да, вы можете бесконечно рассказывать, но когда вы начинаете рисовать маркетинг-план, волшебным образом, да, люди начинают его для себя покупать. Так, да, все, спасибо большое, я вижу. Итак, давайте мы с вами начнем. Значит, я прям, знаете, буду четко, давайте как мы сделаем. Я сейчас, значит, дам полностью информацию, и потом уже в конце мы с вами разберем вопросы. То есть, если какие-то будут вопросы возникать, вы мне не пишите, потому что, ну, я такой человек, что у меня, короче, мысль может улететь, я потом собьюсь. Вы лучше себе вопрос зафиксируйте, а уже после я отвечу на все ваши вопросы. Договорились? Так, ну все, поехали. Значит, оптовые пакеты. Давайте. Значит, кто берет оптовые пакеты? Как вы считаете? Я хочу, чтобы вы сейчас дали мне обратную связь, чтобы мы с вами были в диалоге. Можете прям смело писать, как вы считаете, кто берет оптовые пакеты? Окей, кто возьмет? Кто купит? Кто у нас с вами купит оптовые пакеты? Да, будет круто, если вы начнете писать и включаться в процесс. Так, собственники торговых центров, рекламные агентства, тот, кто видит выгоду, у кого есть средства, Сбербанк, ага, сетевики, торговые центры, франшизы, сети магазинов и франшиз, торговые центры, маркетинговые агентства, ага, я вижу, у кого есть, так, так, у кого есть понимание, как реализовать много лицензий, так, да-да-да, я вижу, дело времени, кто хочет больше зарабатывать, ну, смотрите, я вижу, что в большинстве случаев, да, в большинстве случаев есть какой-то стереотип, и я прям четко это отслеживаю, по большинству ответов, я заметила, несколько раз повторилась, значит, история про торговые центры, про рекламные агентства, про инвестора, тут я вижу, инвестора, это же немножко другая история, кто хочет больших денег, да, значит, смотрите, в чем прикол, я сейчас вам просто расскажу, в 2015 году, когда я зашла в бизнес, я зашла на бизнес-пакет, значит, тогда он стоил что-то, типа, 1060 долларов, в общем, и в тот самый момент, когда заходила я, появились вип-пакеты, появились вип-пакеты, они стоили, ну, что-то там, типа, 5 с чем-то, ну, тогда было не 12, а 10 лицензий, они стоили, типа, около что-то 5000 долларов, и вы знаете, я помню, очень хорошо, я очень хорошо помню, что ребята, которые уже были в бизнесе, для них вообще пакет вип был чем-то космическим, то есть, вот они рассказывают, да, сейчас, типа, когда нам поставили вип-пакеты, ну, когда, когда нам, как бы, когда организовала компания вип-пакеты, мы думали, что вообще не будет никто покупать вип-пакеты, ну, типа, это же вообще, типа, мы тут бизнес-пакеты продать не можем, какие вип-пакеты, да, То есть они жили в четкой какой-то своем парадигме, они жили в каком-то своем стереотипе, что, ну, кто же будет покупать такие большие вип-пакеты. Но зашла я, ну, там, если говорить про Тюмень, зашла я, еще там есть множество ребят, которые вместе со мной зашли. И когда мы зашли и узнали, что есть вип-пакеты, для нас это была норма. То есть для нас это не было типа там что-то такое там too much. Это было нормально. То есть нам рассказывали на презентации, что есть пакет бизнес, премиум и вип. И мы воспринимали это как нормальность. Значит, и каково было удивление ребят, да, которые уже были какое-то время в бизнесе, когда они видели, как легко мы делаем апгрейды, как нам заходят люди сразу на вип-пакеты. Ну, для них это было таким большим удивлением, потому что, ну, такого опыта они еще не проживали. Так вот, смотрите, как интересно. Вот сейчас вы пишете, что могут заходить на оптовые пакеты там торговые центры, там рекламные агентства. Короче, это опять же, смотрите, что это опять же ограничивающее какое-то убеждение. Вообще не обязательно, что покупать оптовые пакеты будут, ну, вот именно такие люди. Если вы себе позволите и разрешите в голове, что на оптовые пакеты к вам будут заходить обычные люди, так и будет. Вот просто услышите, обычные люди. Я помню в какой-то момент времени, вот уже как бы, когда я стала партнером, у нас появлялись там треугольники, да, вот три вип-пакета наверняка. Каждый из вас на трех вип-пакетах, кто сейчас здесь в бизнесе, либо, ну, либо будет, либо никогда не будет, я не знаю. Эта история не для всех, это только для карьеристов. Потом, я помню, появлялись у нас, стали появляться там по несколько пакетов, да, кто-то стал брать. Вот у меня есть партнер, у него 13 вип-пакетов. Вот он вот взял и купил 13 вип-пакетов, хотя заходил вообще на бизнес-пакет. Вот, поэтому это все, опять же, ограничения в вашей голове, их нужно просто убирать. Как это мы можем с вами начать убирать? Какие есть идеи? Давайте, мне вот прямо интересно. Я, конечно, вам сейчас все расскажу, но мне интересно, какие у вас есть идеи, как мы можем эти ограничения в своей голове убирать? То есть не, ну, не ставить там рамки, что нам наш автопакет купит кто-то там, типа рекламное агентство. Юрий, я отвечу на все вопросы в конце вебинара. Пока нисколько. Так, начать про это говорить, начать их продавать, все освои ограничения, еще убеждения выписать, ага, осознанные партнеры, молодцы. Посчитать выгоду. Я купил, и он купит, купит, убедит, что это выгодно. Купил пап, та-та-та-та-та. Так, вспомню, как это было с вип-пакетами, начать про это говорить. Да, смотрите, вот я, все ответы абсолютно правильные, но самый простой, базовый, самый такой, ну, простой ответ, он на поверхности, он самый простой. Это просто начать об этих пакетах говорить. Как только вы начнете говорить об этих пакетах, тогда люди начнут на них смотреть. И тогда, когда вы будете рассказывать нам на встрече, что есть у нас оптовые пакеты 20, 35, 60 тысяч долларов, да, а потом перескакивают, а вот тут у нас еще есть там типа ВИП, для них ВИП-пакет уже будет казаться, ну, чем-то таким, ну, типа, это вообще самый, самый, самый низкий вариант. Поэтому, все верно, нужно начать просто говорить. Для этого, почему я сейчас попросила взять ручку, листочек, первое, что вам нужно будет сделать после того, как я вам дам сегодня презентацию, расскажу об оптовых пакетах, нужно просто сесть и самому, или самой взять калькулятор и посчитать. Я, конечно, вам дам все цифры, но когда вы это будете эмпирическим путем, да, своими ручками это все нажимать, писать, записывать, вы для себя быстрее эту идею купите. Это как, не знаю, как с треугольниками, пока вы не начнете это показывать, никто на это смотреть не будет, никто покупать это не будет. Поэтому, первое, что мы делаем с вами, это мы берем ручку, листочек и начинаем самостоятельно считать уже после того, как я вам расскажу. А дальше на каждой встрече ваша задача, даже если это будет Петя, ваш сосед, который, не знаю, работает дворником, просто садиться и рассказывать Пете, который работает дворником, про оптовый пакет, просто тупо, чтобы потренироваться. И поверьте, когда в какой-то момент вот найдется тот человек, вы уже будете это блестяще, это все рассказывать. Итак, поехали. С чего начинается вообще приобретение оптового пакета? Значит, смотрите, оптовый пакет может приобрести только тот партнер, который уже находится на ВИП-пакете. То есть, смотрите, технически, я объясняю регистрацию, очень много технических моментов будет, поэтому слушайте внимательно. Значит, чтобы купить, вот, например, я, Катя, у меня есть там, условно, там, несколько ВИП-пакетов. Я хочу на свой основной аккаунт купить оптовый пакет. Я должна быть на ВИП-пакете, потому что если я буду на бизнес-пакете, мне просто, ну, система, компания мне просто не позволит купить оптовый пакет. То есть, сам человек должен первую регистрацию совершить на ВИП-пакет. Значит, поехали дальше. Значит, смотрите, есть несколько, значит, сейчас давайте будем прям цифры, да. Я хоть и историк, но поэтому, наверное, может быть, вам и повезло, что я сегодня историк дает цифры, потому что я стараюсь максимально лайтово объяснять вот прям на гуманитарном языке. Значит, у нас есть три вида оптовых пакетов. Я говорю, в общем-то, у нас есть три вида, там, не знаю, выгодных пакетов и есть доступные. Это доступные, это те, которые мы с вами знаем, бизнес-премиум. Вот, знаете, даже любая фраза, которую вы произносите, она уже начинает у человека в голове прокручиваться. У нас есть выгодные пакеты. 20 тысяч долларов, 35 тысяч долларов и 60 тысяч долларов. Это тело, это без всяких процентов. Просто записывайте 20, 35, 60. Просто так легче запомнить. 20, 35, 60. Значит, смотрите, на каждом из этих пакетов есть какое-то количество лицензий. В первом случае у нас 50 с вами лицензий UDS, во втором случае 100 лицензий UDS и в третьем случае 200 лицензий UDS. Это пока без всяких процентов. Прошу, вот тут особо зеленых, не надо выпендриваться и писать, насколько я сейчас все расскажу, окей? Значит, смотрите, поехали. И сейчас мы смотрим с вами себестоимость. Значит, 400 долларов на пакете 20, 350 на пакете 35 и минимальная, да, на что может вообще? Опуститься компания, это 300 долларов. То есть 300 долларов за одну лицензию UDS. Так, поехали дальше. Значит, следующий слайд. Теперь давайте мы с вами посмотрим, а какие же есть вариации приобретения, да? И вот тут, на мой взгляд, компания, блин, вообще мне кажется, у нас такая шикарная компания. Мало того, что мы продаем продукт, который у нас нигде не хранится, так мы еще и даем возможность людям в разных вариациях приобрести себе оптовые пакеты. И первая вариация, это когда вам говорит, человек говорит, слушай, круто, у меня есть деньги, и я хочу, я вижу, что ваш продукт высоколиквидный, что спрос к нему растет, интерес растет. Я хочу вложиться, я хочу купить, потому что я понимаю, что вопрос времени, когда люди просто будут сами искать, и вот, пожалуйста, лицензии у меня. И у нас есть такая возможность реализовывать оптовые пакеты через расчетный счет. В этом случае у нас получается, что мы, это получается с юридического лица, да, и тогда идет на, идет, господи, плюс 6% к нашему основному пакету, вот к телу пакета, который я сейчас вам только что говорила. Вот здесь уже все посчитано, можно не пересчитывать на калькуляторе, пересчитайте. Получается, что у нас в первом варианте это 21200, во втором 37100, и в третьем варианте это 36600. Если вы посмотрите наверх, вы увидите, что количество лицензий поменялось. Почему? Потому что цена у нас возросла, и компания щедро дает нам еще возможность отсыпать, да, скажем так, отсыпать, значит, лицензии на эти пакеты, да, видите, тут лицензии уже побольше. Поехали дальше. Так, значит, и если мы с вами находим человека, либо сами становимся таким человеком, да, который приобретает, значит, оптовый пакет, мы же с вами, ну, любой из нас может сейчас купить оптовый пакет. Если мы приобретаем самостоятельно не через расчетные счеты, там, а по карте, то тогда это для нас будет стоить еще плюс 20%, то есть 20%, которые уйдут, ну, заберет налоговая инспекция. И тогда у нас получается что? И тогда у нас пакеты будут стоить уже 24 долларов, 24 тысячи долларов в США, 42, 42 тысячи долларов в США и 72 тысячи долларов в США. Значит, погнали дальше. Давайте мы сейчас будем с вами смотреть, а что приходит нам, да, ведь наверняка я убеждена, давайте так, давайте немножко пошевелимся в чатике, да, руки погреем. Цифру 100 напишите, у кого есть уверенность, намерение и большое жгучее желание продать оптовый пакет. Напишите цифру 100. А, нет, напишите цифру 60, 60 тысяч долларов. 60. Напишите, у кого есть такое большое жгучее, сильное желание и намерение реализовывать оптовый пакет и желательно в коротком направлении, ну, безусловно. Круто, круто, круто. Вы же мои все хорошие карьерицы. Да, безусловно. У меня, знаете, такая, у меня почему-то есть какое-то внутреннее такое убеждение, что я буду, наверное, одним из первых партнеров, который реализует, вот не знаю, у меня лично, либо в моей команде, который реализует оптовый пакет 60. Вот я прям, ну, я прям почему-то это чувствую, я не знаю, на чем это, на каком это уровне, но я прям чувствую это. Так вот, давайте сейчас смотреть. Я вижу, красное, красное начинает выделяться. Валерий, привет. Значит, давайте смотреть, а где тут, где наш кэш, да, где наши бабосики, где деньги, за которыми мы с вами пришли. Значит, давайте смотреть, что мы с вами получаем как партнеры. Ну, смоделируем ситуацию. Я провожу переговоры, и у меня есть там условно, не знаю, Виталий. У меня есть Виталий, который говорит, Кать, я хочу приобрести себе оптовый пакет. Значит, что делаю я? Я его сначала регистрирую на ВИП-пакет, как вы помните, да, и мне с этого ВИП-пакета возвращается что? Ну, как и всегда, тысяча долларов. Это тысяча долларов за личную рекомендацию с пакета ВИП. Дальше, что происходит? Значит, когда, значит, человек заходит ко мне в команду, ну, безусловно, я его ставлю там в короткое направление. Если вы только начинаете, он может у вас ставить в любое направление, куда вы его поставите. И, соответственно, вам в моменте прилетает с, значит, минимального оптового пакета 80 PV, со среднего оптового пакета 140 PV и с большого ВИП-пакета 240 PV. Это наши с вами певишки, которые, сейчас мы будем с вами считать это все еще прекрасно, вкусненько в деньгах. О, Максим, да, классно, классно, вот ты молодец, видишь, я что-то про это не подумала, да, я подумаю, заберу твою идею. Так, давайте мы с вами о чем поговорим? Мы же с вами все карьеристы, так? Кто карьерист здесь? Поставьте, пожалуйста, плюс. Давайте так, а то я знаю, что у некоторых людей есть затыки с этим словом. А поясню, для меня карьерист – это человек, который становится профессионалом своего дела. Если мы с вами профессионалы своего дела, ну, как следствие, мы с вами имеем определенный какой-то там уровень дохода. Все закономерно, все логично. Если вы себя считаете карьеристом, если вы себя считаете профессионалом, либо будущим профессионалом в нашем деле, 100% вы все смотрите на карьерную лестницу. Это я вам точно говорю. И если вдруг вы новичок и еще не понимаете, что такое, сегодня сядьте, разберите маркетинг-план со своим куратором, либо посмотрите, у нас есть, господи, документы, значит, карьерная лестница. Вот, пожалуйста, у нас, кстати, вот же было недавно обучение от Ольшавского, да, где он подробно рассказывал про карьерную лестницу. Давайте вот сюда пойдем. Что мы с вами, что мы с вами здесь как партнеры, какие мы с вами закрываем квалификации? Ну, я убеждена, что все, кто находится сейчас здесь, 100% намерен поехать в лидерскую поездку в Дубай. Верно? Верно. Я даже, как бы, спрашивать не буду, я знаю, что это точно так. Но ведь, чтобы нам поехать в эту поездку, нам же необходимо сделать какой-то объем, да, как минимум нам нужно закрыть хотя бы один раз квалификацию директора. А в идеале закрыть пять раз директор, а в идеале закрыть ПСД. Ведь так, мы же сюда пришли зачем? За большими деньгами. Поэтому давайте смотреть, что мы с вами выигрываем, да, от реализации пакета. Значит, смотрите, если мы с вами реализовываем минимальный оптовый пакет, то, смотрите, здесь у нас, я почему поставила через слэш, потому что здесь есть две вариации. У нас же с вами здесь есть и директора, да, то есть те люди, у которых есть уже внутренние накопления. Поэтому, если вы в коротком направлении ставите, ну, при условии, что у вас есть уже какие-то объемы, в традиционную ветку, да, например, какую-то внешнюю ветку, то тогда вы закрываете квалификацию генерального менеджера. Если вы ставите его во внутреннюю директорскую ветку с накоплениями, автоматически вы подтверждаете, либо закрываете квалификацию директора второго уровня. Я думаю, что я тут достаточно, ну, понятно написала. Если мы с вами реализовываем пакет средний, да, оптовый пакет во внешней ветке, мы ставим без всяких двойных щелчков, это у нас сразу закрывается квалификация директор, либо подтверждается квалификация директор. Если мы с вами ставим во внутреннюю директорскую ветку короткое направление, соответственно, мы с вами в моменте закрываем квалификацию регионального директора. И если мы с вами ставим оптовый пакет 60, то, соответственно, во внешней ветке это директор третьего уровня и во внутренней ветке это генеральный директор. Там, ну, на самом деле, ребята, там чуть-чуть поднажать, вот буквально если смотреть, например, последний вариант, да, у нас с вами не хватает всего лишь там, ну, каких-то понтов, там несколько всего PV, там один пакет, один VIP-пакет, все, и вы автоматически закрываете квалификацию PSD. Да, потому что PSD, это у нас 500 циклов, а если мы ставим во внутреннюю ветку пакет плюс один VIP, ну, уж VIP-то вы точно найдете, да, чтобы закрыть PSD, вы автоматически закрываете PSD и попадаете в Дубай и получаете еще дополнительные компенсации 2500 долларов. Прикольно? Прикольно. Да, 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 вижу, 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 все вы мои тут зеленые помогаторы, спасибо. Так, ну, как вообще вам идея? Во внутреннюю веку, смотрите, какая крутая штука, закрываете. Вообще, я считаю, что каждый уважающий себя партнер, карьерно настроенный, карьерно ориентированный в нашем бизнесе, в первую очередь должен стремиться закрыть квалификацию директора. Почему директор вам рассказывал, Валерий, я сейчас повторяться не буду, но это двойная скорость, и это, посмотрите, какие прекрасные возможности закрывать меньшими услугами, в два раза меньше сил затрачивая, да, а получать те же самые результаты. Ну, это же кайф на чили на расслабоне, правильно? Вы пришли за бизнес делать, поэтому давайте будем делать на чили на расслабоне. Поехали дальше. Значит, что еще? Ага, давайте так, если мы с вами, смотрите, что мы с вами делаем. Вот, условно, у нас появился с вами, у меня появился Виталий, который приобрел оптовый пакет. Значит, и Виталий, Виталий, что может дальше делать с этими лицензиями? У него есть вообще множество вариантов. Один из вариантов – это реализовывать лицензии. Он может хоть по одной штуке эти лицензии сдавать в аренду, продавать, что хочется с ними делать. Но я сейчас не буду говорить там про аренду, давайте мы уже будем говорить про какие-то большие деньги. И давайте я вам сейчас покажу цифры, которые вы зарабатываете при реализации на этих оптовых пакетах лицензии ВДС в рынок. Значит, смотрите, на нашем, получается, минимальном оптовом пакете ваш доход составит 47 700 долларов, на среднем пакете это 95 400, и на пакете 60 – это 190 800 долларов. Если вы все 212 лицензий, вы помните, да, продаете. Вот считайте, там, математика простая, в три раза больше, даже с небольшим. Это если мы с вами продаем лицензии. Пожалуйста, делайте, что хотите с ними. Действительно, может быть, у вас зайдет какой-нибудь собственник торгового центра или рекламного агентства, но, скорее всего, он так и будет делать. То есть он будет, может быть, в большей степени продавать лицензии. Но, помимо этого, у оптовика есть еще и привилегия не только продавать лицензии, да, но у него есть крутая возможность еще и продавать пакеты. То есть он уже купил огромное количество пакетов. Подождите, сейчас я чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ага, вот сюда. Значит, я как оптовик могу просто лицензии отсыпать в том количестве на те аккаунты, на которые я хочу. Как это происходит технически? Смотрите, я, значит, ушла на там Катя оптовик. Катя оптовик. И у меня, значит, есть подружка Маша, которая говорит, «Катя, я хочу тебе зайти на бизнес-пакет». Я говорю, «Окей, не вопрос». Маша покупает за 240 долларов бэк-офис по карточке, как это мы делаем каждый сейчас из вас. И дальше я просто пишу письмо на саппорт о том, что вот у меня есть такой-то партнер, Маша такая-то, айди такой-то. Я прошу вас выгрузить из моей корзины ей одну лицензию. Все, это происходит мгновенно, и компания, соответственно, выгружает из моей корзины Маше одну лицензию. И Маша у меня становится в командную ветку, какую я сама захотела и выбрала, да, становится на бизнес-пакет. Появился Петя. Петя говорит, «Катя, я хочу у тебя купить, не знаю, там, 3 вип-пакета». «Окей». Он покупает 3 бэк-офиса по 240 картой. Я пишу на саппорт. У меня, значит, такой-то партнер. Прошу отсыпать ему по 12 лицензий на 3 его аккаунта. То есть, смотрите, я могу продавать, как хочу. Хочу бизнес-пакет, хочу вип-пакет, хочу там 10 вип-пакетов. Сколько хочу, сколько я продаю. Остальные могу просто вот так поштучно продавать лицензии. Что хочу, то и делаю. Я купила, я, короче, хозяин этих, хозяйка этих лицензий. И вот в этом тоже определенный кайф. Потому что, смотрите, сегодня у вас условно там перелив в одной стороне, завтра перелив у вас раз съелся, да, и вы уже распределяете, как хотите. Это вообще по кайфу. То есть, вы сами себе вот эту расстановку делаете. Это вообще кайфово. Вот. Давайте смотреть, значит, что у нас с вами, если мы с вами реализовываем. Я просто сделала на примере вип-пакетов. Я не стала там уже считать остальные, да, как бы мы с вами все работаем на нормальных пакетах, на випах. Значит, смотрите, если мы с вами являемся оптовиком минимального пакета 20, то мы можем с вами реализовать 4 вип-пакета. Это получается у нас с вами появится 4 вип-партнера. И мы с вами зарабатываем 24 тысячи долларов. Смотрите, когда происходит сделка, им 240 долларов оплачивает партнер, остальные деньги, то есть 6 тысяч долларов, он дает вам вот наличкой, карту, как захочет, как вы договоритесь. Он лично вам отдает деньги. Я думаю, тут все понятно. Сейчас я задавайтесь на все эти вопросы, отвечу вам после. Значит, я обязательно отвечу, Ирина. Значит, смотрите, следующий пакет 35, на нем 8 вип-пакетов вы можете реализовать, да, и вам идет возвратом 48 тысяч долларов, по 6 тысяч, я считаю, да, каждый. И если вы на большом пакете 60, то это 17 вип-пакетов, 17 новых вип-партнеров, и вы зарабатываете 100, 2000 долларов. Я думаю, тут все очень понятно, поэтому давайте пойдем дальше. По-моему, уже я заканчиваю, вот видите, какая я молодец, поэтому сейчас поотвечаю на ваши вопросы. Давайте мы с вами посмотрим, а какие же все-таки выгоды мы с вами получаем от этого, да. Первое, смотрите, возврат с каждого реализованного пакета, вип, да, в нашем случае, о чем я сейчас и говорила, это 6 тысяч долларов, то есть мы с вами возвращаем 6 тысяч долларов. Значит, второй момент, я, кстати, все это уже проговаривала. Я ставлю туда, куда я хочу, вот куда я захотела, туда я и поставила людей. Это очень круто, хоть, не знаю, там, хоть в 20-ю ветку директорскую свою. Значит, выход на крупные сделки, да, то есть мы с вами можем не просто идти с таким предложением, не знаю, там, только к нашим знакомым, да, мы можем идти и давать какие-то, ну, крупные такие варианты, которые, я писала, да, в Инстаграм, кто-то, может быть, подписан на меня, там, у меня даже есть пост на эту тему, да, про крупную рыбу. Вот, вот смотрите, в чем прикол. Короче, вы же видите, как мы быстро с вами развиваемся. Вы, ну, вы это чувствуете, вы это видите, ну, это ощущается всем абсолютно. И вопрос времени, когда реально люди просто к нам будут обращаться, и мы будем просто, ну, тупо успевать тебе обрабатывать заявки. Вот так и будет, это я вам точно говорю. И вот такие люди, да, крупная рыба, вот она как раз, она есть, есть, она плавает вокруг нас, но когда мы рассказываем про пакеты, им это не интересно. И вот такой крупной рыбе вы можете приходить и рассказывать про вот эту возможность, да, про большие пакеты. Кстати, 60 тысяч долларов, это не самый большой вообще пакет у нас. На моей памяти была сделка, я не помню, в каком году она была, она была на 500 тысяч долларов. Так что 60 тысяч долларов, это знаете ли, так, моки-хоки. Вот, если вы, кстати, сами вдруг примите решение и купите себе оптовый пакет, ну, вам легко бы вообще закрывать сделку. Представляете, вы проводите сделку, и знаете, там, это, это же психологический такой момент, фактор, да. Слушай, ты, ну, вот я тебе, значит, рассказал, что тебе, как идея, с какого пакета тебе комфортнее стартовать, там, 60, 35, 20 тысяч. Ну, или что там, с пятерочки начнем. Вот, и он вас спрашивает, типа, а ты на каком пакете? Ну, на 60, да. Тогда, короче, у вас все точно будут сразу на липы заходить. Так работает психологический, вот так же, как треугольники, ребята. Вот, если у вас вдруг нет своего треугольника, то, блин, у вас в команде люди не будут заходить в треугольник. Как только вы сами себе купите эту идею, посчитаете и поймете, почему это выгодно, тогда люди будут, и самое главное, будете об этом говорить, тогда люди будут так заходить. Если не будете, они не будут у вас такого. То, о чем мы говорим, то происходит. И не со стороны волшебства, а со стороны практики. Ну, и у нас уже, я знаю, что у нас уже есть такие партнеры, которые уже себе приобрели. Такой пакет, это, я знаю, первые чеки нашей компании, Иван и Наталья Сорокина, и вот они являются владельцами пакетов 60 тысяч долларов. Поэтому, берем пример. Так, ну что, значит, ну я буду, собственно говоря, сейчас у меня там, типа, финальный аккорд, и буду отвечать на ваши вопросы. Смотрите, что я хочу сказать, самое главное. Я в бизнесе, в нашем, скажем так, ну, новичок. Новичок в том смысле слова, что никогда никакого бизнеса у меня не было, ни партнерского, ни линейного, я прям человек из найма. Вот, наверное, как большинство из вас, которые сегодня здесь присутствуют. Вот, и я за время проживания себя в бизнесе, как партнер, качая свой топор, осваивая какие-то новые навыки, в общем, становясь профессионалом, да, идя по карьерной лестнице здесь в компании, я провожу очень много, почему-то, не знаю, в последнее время, у меня так много какого-то, знаете, каких-то таких мыслей, осознаний на тему вообще того, а кто в нашем бизнесе, а почему в нашем бизнесе вот это получается, а вот этого не получается. Там, вот этот достигает таких результатов, а этот не достигает таких результатов. И, ребята, знаете, на самом деле все, ну, вот на сегодняшний день, вот моя мысль, вы ее уже, наверное, прочитали, да, наверняка, она такова, вот я других пока что вариантов для себя, может быть, там через год я какое-то другое осознание, да, для себя открою, но что вижу я сейчас? В нашем бизнесе зарабатывают те, кто хочет зарабатывать. Вот кто хочет зарабатывать, тот и зарабатывает. Ну, и других тут вариантов просто нет. Потому что если он хочет, он делает все. Работает по системе, делает звонки, проводит встречи, трешки, вывозит людей на мероприятия, работает на мероприятия, и каждый день работает на первую линию. Те, кто хочет, они зарабатывают. Мало хотеть, нужно еще и действия, но оно все закономерно одно из другого вытекает. Если вы действительно хотите, вы будете делать. Если вы не хотите, вы не будете делать. Поэтому в нашем бизнесе зарабатывают те, кто хочет и делает. Хочет и делает. Хочет и делает. Поэтому я думаю, что все, кто сегодня находится на этом вебинаре, точно хотят и точно делают. Вам осталось сейчас просто начать, не знаю, сесть, разобраться, прописать, и уже сегодня вечером на встрече, вот у меня сегодня вечером будет личная встреча, значит, в... И я на этой личной встрече точно буду рассказывать про оптовые пакеты. И по барабану мне, что человек там вообще из наемного туда, не по барабану. Я буду отрабатывать, пусть даже отрабатывать, на нем репетировать, да, рассказывать про оптовые пакеты. Спасибо за субтитры. Субтитры делал DimaTorzok